так привет улички привет улички ребят видно да что у меня нос вообще капец какой-то ведь это у тебя не очень может фильтр такой а может и не очень ты москве до москве кого находишься дома нахожусь алёна с тобой нет алёна дома у меня как бы ребеночек есть для викну скажи хоть ты аленки что и мужчина не совместимы да и без мамы она останется жалко посмотрите я вам просто объясню ситуацию шампанское нет вино и шампанское не пью я просто объясню вам ситуацию у алёны маленький ребенок ну то есть как бы да ему полтора годика и одна находиться ей одной очень сложно сейчас на данный момент и ну как бы ну хорошо выгонит она маму родного близкого человека выберет мужчину с богданом кто будет сидеть пока они будут работать вот няне платить как бы до выбирать мужчину выгонять маму просто из-за того не отношения с подростковым возрастом голос такой грубый да у меня всю жизнь такой голос некоторые говорят что это из-за сигарет но я не курю как бы поэтому у меня голос такой в но я железнодорожник проводницы по образованию приветик согласна да вот мне кажется то что у нее все получится только чуть попозже и вообще с ней должен быть ничего в психбатии так и так и так и то есть в таком случае Потому что я по-другому не могу назвать. Для меня непонятно это действие. Ты идёшь на проект, ты зачем туда вообще идёшь, в принципе? Ну, то есть, да, она тебе дала всё. Она тебе дала хайп, 100 тысяч подписчиков, благодаря ей появилось у него. И много чего другого там, да, какую-то одежду и прочее. То есть она дала ему всё, а он как бы вот так вот поступил и побежал просто на проект. Он думает, что на проекте окей, будет он жить, а дальше как, а за периметром. И так поступить по отношению к ней, ну, для меня это не поступок мужчины. Он когда ко мне приходил, я и тогда ещё знала и говорила о том, что это человек, который просто проектный человек. У него не было родителей, да, как бы, и там есть руководство, которое может очень хорошо на тебя влиять в какие-то моменты. А так как он и без родителей, и всё такое, ему там что-то говорят, и он, естественно, на это ведётся, и, ну, такое. Чё, знаешь, вопросы? Какие вопросы? Привет, привет. Чё, думаешь, хватит бухать? Не хватит? В садик отвели и всё. Чё, знаешь, вопросы? Да, разберутся они. Нет, просто они, в принципе, не пара с Аленой. Алена, она состоявшаяся уже девушка во всём. У неё есть ребёнок, у неё есть, как бы, ей 23, у неё есть уже миллионная аудитория, у неё есть планы на жизнь, планы на будущее. То, что она хочет делать, она хочет открыть свой магазин, она хочет развиваться в будущем. Ну, как бы, да, а он маленький мальчик, которому нужно ещё гулять, и гулять, и гулять. Как бы, да, если они там поженятся, ну, какой смысл будет с этой женитьбы? Да, никакого. Вот, а мальчик как бы зазвездился, и до свидания, в общем. У тебя в данном моменте есть отношения в секрет? Дело не в прятности, а в мерзком характере Алены. Нет, у Алены характер не мерзкий. Я вам скажу так, я её знаю просто, ну, хорошо, и она никогда человеку ничего не предъявит, и никогда ничего не скажет без повода. То есть она не будет без повода заводиться, понимаете? И я же опять-таки говорю, просто не даёте мне договорить, с ней должен быть мужчина, который уже состоялся, у которого уже есть какой-то бизнес, у которого уже чем-то занимается, который хочет семью. Вот такой вот мужчина должен быть рядом с ней, которого не нужно водить домой, как бы, да, там, где есть мама. Они-то будут жить втроём, мама, она и Богдан. Вот, пока не завяжутся какие-то серьёзные отношения, и они не будут готовы как-то съехаться, потом уже можно будет съехаться. Но тогда, когда вот ему 21, он ничего из себя не представляет, а как бы, да, и там говорит о том, что вот, я не смогу жить с твоей мамой. Ну, то есть не сможешь жить, обеспечь, возьми другую квартиру с ними, ты же мужчина. Почему Ален, он должен думать обо всём? Она как бы девушка. Что пьёшь, книжка? Состоялась, ребёнок, несостоятельность. По факту её ничего не добилось. Где образование, работа, миллион аудитории состоялась, по-моему, это дебилизм. Ну, я вам так скажу, миллионную аудиторию вы попробуете, во-первых, собрать, да, как бы, чтобы на вас подписалось. Не важно, три года прошло, не три года. Попробуй просто собрать миллионную аудиторию. И это не так уж просто. И развивать Инстаграм, и быть блогером, это тоже непросто. Ну, это однозначно. Так что, если вы думаете, что это несостоятельность, ну, я считаю, что это просто доход, который просто падает с неба. Ты ничего не делаешь. Это не будущее, ребят. У меня на интернете не достижение. А чё Илюха? Это всё говорит. Жаль, потому что Аленка ушла, Богданечка нет рядом с ними. Ябаров, как бы, вообще в шоке, если честно. Абсолютно. Он просто, у него, у него там паника насчёт того, что Алены нет на проекте, и вообще так, как её выставляют, и будут выставлять сейчас. Это просто мрак. Если это смотреть, это можно подумать, что там человек совсем потерянный. Обохмеляешься. Да. Или Азабилжин, Богдаши? Нет, конечно же. На проекте никто не хочет развиваться, никто не думает о будущем. Да, они думают, что они будут сидеть на проекте, и будут так всю жизнь там сидеть, понимаете? А так думать не нужно. Далеко на этом не уедешь. Куда собираешься? Не знаю. А вообще в Эрмитаж сегодня пойду. Пойду ещё на Дом-2. Нет, не пойду на Дом-2. На самом деле, даже когда меня на ББ зовут, я говорю о том, что я не хочу и не пойду, и не приду на это ББ, потому что мне оно не нужно. Но если там дело коснётся... Я вам так скажу. По поводу там Муманского я бы не пришла. И я и не пришла, как бы, да, на ББ. Вот. А по поводу там ещё кого-то тоже бы не пришла никогда. Но если дело коснётся Алены, то я пойду. Алена вернётся на проект... Нет, Алена на проект не вернётся обратно. Нет, это уже 100%. Мне скучно одно пить. Нет, я же общаюсь с вами. Ну, просто зачем вы так пишете, да? Там тяжело ей будет без кормушки. Поверьте, Алена, она очень умная и мудрая девушка. Ну, глупая в плане отношений иногда бывает, очень быстро влюбляется, открывается, доверяет людям. Но это же не минусы, наоборот, плюсы. Это значит, что человек искренний. Она подарила три года проекту искренность. Ту, которую не каждый может подарить. Вот там сейчас девочки сидят на данный момент, вот, и скажите, вот кто они? Вот кто? Я не знаю ни одного. Ни одного человека. Я просто смотрю, вот у меня ТНТ там идёт. Идёт там два. Кто они все? Ну, я же говорила, Страхово, Скалон и Вселенная. Всё, все остальные. Это кто? Вообще никто, блядь. Вообще абсолютно. Я вообще не мог, по-чё-нибудь там делают. Складируют их. Мне и Баров говорил, что значит, я ничего не делаю. Я вот такая вот вся там плохая и всё такое. Но, а сейчас там чё? Сам же говорит о том, что я, блядь, за шесть лет первый раз не знаю имена участников. Да, ты чем зарабатываешь? Все, я так интересую. Тут, я очень жаль, она хорошая девушка. Всех так интересует, где я работаю и чем я занимаюсь. Как бы ничем особо, рекламой занимаюсь. Вика, ты классная. Спасибо, Макс. Где Макс? На проекте. А ты сейчас с вами общаешься? Да, часто ходишь на тусовки. Много подруг вообще. На тусовки хожу часто, подруг нет, немного. Правильно жить без брайк. Реальная жизнь. Правильно жить? Да. Ты смешная на расслабоне. Да. Ты права. Ну, вот, спасибо. За то, что я права. Скоро пойду, кстати, собираться. Сейчас допью и приду. Вчера ты килу пила носом. Вот, посмотрите, как больно. Ударилась. Вот, так, что как-то так. Макс, конечно, просто ужас какой-то. Мне нужно над собой саморазвитие. А я уже как думаешь. Она собирается в усер вера в любовь. Но любовь сама придет. Знаешь, что будет все, представляете, кроме подписчиков. Как дела у тебя? У меня нормально и хорошо. Зачем пьешь? Хочу и пью. По поводу, вот, ей нужно заняться собой и развитием своим. Послушайте, она, послушайте, точнее, она развита. Как бы, да? У нее все хорошо. Не переживайте. Я же буду еще раз на умная и мудрая девушка. Но просто в плане отношений, ну, ошибается. Ну, не везет. Сейчас ребеночек маленький. Пройдет время. У нее все наладится, поверьте. Подписчикам уж не удивишь. И на одном норму мужик не будет. Ни один норм мужик не будет. Раджентин, некоторым блогерам, больше никто. С кем больше общаешься с проектом? С Аленой общалась, уже не общаешься, значит, с Еленой. Ну, как бы подписчиками не уйдешь. По этому делу, что не удивишь. Но, знаете, это основной заработок для многих людей. Для многих блогеров. То есть, можно быть просто блогером. Я же говорю, это не так просто. Естественно, ты там еще чем-то занимаешься. Помимо этого, там, не знаю, там, в зал ходишь, с друзьями встречаешься, общаешься, кушаешь, там, в ресторанах какие-то, где ты как-то время проводишь свое. Но быть блогером – это тоже работа, поверьте. Алена ни с кем не будет. Пока живет с мамой. Нет, Алена не будет ни с кем, пока Мис не вырастет. Хотя бы немножко под Дашей. Мудрости у нее нет. Это видно по эфирам. Нет, я считаю по-другому. Да, Макс лился красиво, потому что, не знаю, это, где я не заработал, потому что не побежал на… Он же актер, дурак. Вот, честно, спасибо, что отвечаешь. Пожалуйста. Вот, ну, а куда ему бежать? Вот ему, знаете, вот наши всеми любимые, как бы там, продюсеры, да, и вот, редакторы. Прям вот, алло, алло, Максик, тебя ждет хорошая денюжка, тебя там ждет, там, мы тебя сейчас пожалеем, выставим тебя в хорошем свете, возвращайся на проект. И, конечно же, Макс побежит туда. Вот. Абсолютно уже не общаешься. Так.